Пани Довила Шакалиена, это представница Саима Литовской Республики. Давайте и провитаем в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас бачите, рад вас приветствовать, здравствуйте и спасибо, что всегда для нас находите время. Витаю, и я тоже рада вас видеть, как всегда. Вот с чего я предлагаю начать. Дело в том, что Литва готова отправить своих солдат в Украину с учебной миссией. Об этом заявила Financial Times, премьер-министр вашей замечательной страны. И она говорит, что парламент Литвы уже дал соответствующее разрешение, но Киев об этом еще не просил. Премьер согласилась с журналистом, что Россия сочла бы это провокацией, но добавила. Здесь тоже очень интересно. Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке. Я хлопаю все аплодисменты и оды в адрес замечательного премьер-министра вашей страны. Я правда не слышал, вернее так, я слышал, но не от многих представителей европейских стран вот такие смелые заявления. И я считаю, что это очень ценно для нас всех. Но между тем, вот если вернуться к сути, Литва готова отправить своих солдат в Украину. Как вы думаете, как может отреагировать в этой связи Российская Федерация? Ну, это и вправду, как это, irrelevant, это не имеет значения. Потому что если бы мы как-то интересовались, что думает Россия про наши внутренние дела, так это значит, что мы были бы, не знаю, частью России, а мы нет, часть России. Так что то, что они думают про наши решения и наши дела, это их не касается, это первое. А второе, Россия всегда пыталась, как это, негативно действовать и даже причинять вред безопасности других стран. Так что, так как Россия активно пыталась вмешиваться в нашу безопасность, например, мы же все понимаем, что не господин Лукашенко единогласно и собственноручно организовал гибридную атаку с инструментализацией мигрантов в 2021 году, когда бросали людей через стену в Литву, в Латвию, в Польшу, но и также, когда мы слышим угрозы, чтобы, например, из части НАТО-Альянса были бы устранены некоторые оружия или чтобы учения не проводились, что случалось. Как мы помним, эти угрозы были очень активны в конце 20... также 21-го года, кстати. И в этой ситуации то, что наш парламент уже, кстати, не вчера, и это было, мне кажется, уже несколько месяцев назад, когда мы это разрешение дали, чтобы солдаты в учебные миссии могли бы поехать в Украину, так никто в России не спрашивает. Мы же не в Россию шлем солдаты, а в Украину. А то, что нет конкретного сейчас прошения о конкретной миссии, это не изменяет того, что мы кооперируемся с Украиной, что наше сотрудничество идет годами и будет идти дальше. Как вы считаете, вот если это произойдет, если и Киев обратится с соответствующим запросом, и Литва соответствующим образом отреагирует, как это может быть воспринято в вашем обществе? Потому что это тоже тот самый код. Не знаю, как только я говорю с украинцами, всегда как-то мои питомцы приходят и пытаются... Очень крутой. Я его помню по прошлому эфиру, да. Это был Можилис, наш большой кот, хотя мы называем его маленький, а это Эмма, это та, у которой хороший характер. Хороший характер. Отлично, да, хорошо. Ну, в общем, фотогеничный кот, вот что я хочу сказать, Эмма. Так, вернемся к вопросу. Значит, вот все получилось, да. То есть Литва дала разрешение, солдаты приезжают на территорию Украины, Украина с соответствующим запросом реагирует и все окей. А вот как вы думаете, как вот в вашем обществе на это могут отреагировать? Потому что сейчас Москва усилила информационные атаки. То есть она пытается запугать. Это касается Франции, что вот, мол, мы ударим ядерной дубиной, да, все солдаты будут законной целью для нас, иностранных легионов и так далее. Как, что вы думаете вот по этому поводу? Это уже несколько недель назад был пик этой дискуссии, потому что дезинформация, которая достигает наших граждан через социальные сети, особенно тех, которые выучили в оккупацию русский язык, и они читают русскоязычные каналы в социальных сетях, в Фейсбуке и в других, да, они были напуганы, что, первое, Литва пошлет войска в Украину, и что мы directly, как это сказать, прямиком будем участвовать в военных действиях. И мы как политики объясняли, что это совсем другое, и это в своем роде продолжение этих учебных миссий, таких как ЮМАМ, то есть европейская миссия, которая также помогала Украине с 2014 года, обучать инструкторы и всякие другие решения, которые нужны для усиления обороны Украины. Я напомню, обороны Украины, потому что это не Украина на кого-то нападает, это Россия. И да, часть наших граждан, эта дезинформация действует и наверняка будет действовать в будущем. Как я говорила с другим вашим коллегом, коллегой, к сожалению, потомки оккупантов в Литве еще живут. И некоторые люди, которые коллаборировали с оккупацией и истребляли членов наших семей, таких семей, как моя семья также, они также все еще живут рядом с нами. Их немного, но они агрессивны. Что вы думаете по поводу решения Путина и Лукашенко уже, как мы сейчас наблюдаем, проводить ядерные учения? Вчера это было настолько забавно слышать, что он заявляет, что вот мир так никогда не был близок, никогда не был на пороге Третьей мировой, как сейчас, никогда не был так близок, как сейчас. И нам нужно обороняться, мы ни на кого не собираемся нападать и так далее. Но если посмотреть на то, что делает Россия и Беларусь в частности, это выглядит как подготовка к этому, как запугивание, как бессмысленный шантаж. Хотя я вот не знаю, насколько бессмысленный. Так вот, вот эти все процессы с ядеркой вы как можете оценить? Ну, это, конечно, часть их коммуникации прежде всего для внутренней аудитории, то есть показывания мускулов, но также для людей, на которых действует дезинформация и их пропаганда. Потому что де-факто, посмотрев, так как Путин не вырыл новых бункеров, которые были бы недостижимы для американских специальных бомб. Так что я как-то не думаю, что господин Путин заявил, что я решил умереть. Ну, вот давайте начнем Третью мировую войну, потому что он знает, что ответный удар неизбежен. Но в этой ситуации вот это демонстрирование опять ядерного шантажа, это все-таки часть систематичного их действия перед каждыми решениями, которые их нервируют, которые для них как триггер. Так мы же видим, что вот пакет помощи Украины все равно прошел, что Вашингтонский саммит подходит, и Россия хочет опять играть этой карты так называемой эскалации, которая, к сожалению, все равно имела некоторый эффект в прошлом году. И наши коллеги в... Sorry. Главные действующие лица Альянса все еще в некоторых решениях, они под воздействием этого российского нарратива. У меня вот как раз будет встреча в следующей неделе с некоторыми из главных принимателей решения в government, в правительстве Соединенных Штатов. И я очень заинтересована с первых уст, как это, услышать. Как это на них действует? Как это получается? Потому что логичной цепочки нет. Так мне очень интересно понять, как же это, вот что-то, не знаю, зажигается в мозгу человека, что он верит вот этому противоположному. Вы знаете, Олаф Швольц, канцлер Германии, заявил, что будет защищать страны Балтии в случае нападения Российской Федерации. И мы знаем, что там, собственно, да, вот расположен некий континент представителей Германии. Но руководитель службы военной контрразведки Польши, Ярослав Строжек, предполагает, что Путин уже готов к небольшой военной операции против стран НАТО. И я хотел бы процитировать его слова. Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов, сказал он. И я хочу спросить, насколько все серьезно? Неужели придется задействовать войска Германии? Ну, мне кажется, это две разные ситуации. Одна – это Олаф Шольц, вот как раз когда он у нас был в понедельник, он опять повторил то, что, я думаю, это важно стратегически, то, что мы знаем, но для России, наверное, надо это слышать постоянно, что Германия принимает нашу защиту персонально. И это не только бригада, которая в беспрецедентный случай будет дислоцирована, но это и тяжелая дивизия, которая прямиком связана с этой бригадой и также вместе будет двигаться. Но когда мы говорим о готовности России, я уже вам повторяла, мне кажется, в эфире. Те же немецкие офицеры очень хорошо сказали, что Россия никогда не держится графика. И нам предполагать, что Россия через 3, 5 или 7 лет будет готова на какие-то следующие стадии империальной экспансии – это наивно. Они очень хорошо составляют всем геополитические челленджи, как это, головоломки. Вот это они, правда, умеют делать. Но, как говорится, ломать – это не строить. И поломать какие-то отношения, что-то повредить – им очень хорошо получается. Так что потому мы и сейчас очень интенсивно готовимся показать, что в нашу сторону всякие покушения будут кончиться быстро и эффективно, не в пользу России. Скажите, пожалуйста, а вот когда состоится июньский саммит НАТО в Вашингтоне? И мы не знаем, может, вам, кстати, известно, что там точно будет происходить, но я знаю только одну из деталей, скажем так, о чем пишет пресса итальянская. И вот журналисты сообщают, что НАТО не будет отправлять войска в Украину. Это не новость. Но новость в том, что они подпишут соответствующую декларацию. И вот одним из пунктов этой декларации будет то, что каждый представитель страны НАТО должен подписаться, что НАТО не будет отправлять войска в Украину. И я хочу вас спросить, как вы можете оценить вот такую политику? И как вы думаете, вот такой шаг? Ну, вот смотрит Путин и думает, так, ну, не будут отправлять войска НАТО в Украину. Окей, что мне делать? Ну, то есть, как я это могу расценивать? Ну, не будет, ну, дорога открыта. Ну, вот зеленый свет мне дают, я не знаю, как по-другому. Может, я ошибаюсь, но, по крайней мере, вот такое впечатление производит. Расскажите, почему я ошибаюсь тогда. НАТО, это, конечно, прежде всего, defensive, как это, оборонный альянс. Но те страны, которые соединились в этот альянс, чтобы защитить себя и всех других, не могут запретить какой-либо другой стране помогать другой стране. Это не по правилам демократии, это не входит в, как это, по-русски, тритий, договор НАТО. И никто таких вещей не может никого заставить подписывать. В этой ситуации, да, конечно, мы все рационально понимаем, что прямое вступление одной из страны НАТО в войну с третьей страной, которая бы повлекла с собой последствия, чтобы, например, напали бы на эту страну НАТО. И, конечно, наши коллеги в альянсе должны бы нас были защищать. Это цепочка cause and effect, то есть причин и последствий, о которых мы, конечно, все думаем. Но такие заявления, они мне кажутся невозможными, нелогичными, не в тему. И я бы это все-таки думала, что это российский нарратив. И некоторые, конечно, наши коллеги в альянсе, они играют для своей внутренней аудитории популистические игры. Мы видели некоторые решения, которые не очень приятно выглядели. Но мы также видели и какие механизмы решения этих проблем и нашли. Мы все помним, что там происходило с Венгрией, с Турцией. И мы эти проблемы решили. И все другие также как-то решим. То есть получается так, что невзирая на то, что они подпишут, если не подпишут эту декларацию, я не думаю, что кто-нибудь подпишет эту декларацию. Эта декларация, по сути, НАТО невозможна. Потому что мы не можем заставлять других членов альянса не помогать кому-то. Да, мы можем политически договориться о общих действиях. Но поставить кого-то под угрозу, как это по-русски? Принудить. Принудить кого-то отказаться своего суверенного права. Предоставить помощь не можно. Нельзя. Так что я думаю, что это декларация, это вымесел. Хорошо. Это прямо очень интересно на самом деле. Потому что звучит действительно очень странно на первый взгляд. А давайте представим ситуацию, смоделируем, что какая-то из стран НАТО решила помочь Украине. И вот помогает не только инструкторами, но еще и, скажем так, военными, которые непосредственно принимают участие на поле боя. И Россия... Ну, конечно, страшно это все моделирует, но идет война, поэтому я все же хочу спросить. То есть каким-то образом Россия поражает представителей этой страны? Это рассматривается как нападение на одну из стран НАТО или нет? Потому что это не территория. Потому что если мы прислали людей помочь, как и сейчас, например, волонтеры с разных стран есть в Украине, и они помогают это делать. И на территории Украины эти люди пытаются помочь защитить территорию Украины. И в этой ситуации, конечно, этот риск, то, что мы можем потерять этих людей, был бы в этой ситуации таким вот решением, если бы это вообще делалось бы. Но в этой ситуации нападение по пятой статье это нападение на территорию одного из членов Альянса. А нападение может быть только сухопутным или, скажем, когда... Конечно, всяким. Это очень интересно, потому что мы знаем, уже были случаи, когда на территории Румынии, а это член НАТО, на территории Польши, это тоже член НАТО, падали российские ракеты или шахеды, и это не рассматривается как нападение. То есть нужно, чтобы что-то произошло, для того, чтобы это было... Я ни в коем случае не желаю войны ни одной стране, никогда и ни за что. Это самое страшное, что может быть. Но я просто хочу понять критерии. То есть когда это намеренно... Да, намеренно. Но это и разница между инцидентом и нападением. И в этой ситуации это были инциденты. Но я могу свое только персональное, субъективное мнение выразить, что, например, такая реакция, как Турция, которая вот в случае таких инцидентов очень спокойно и ту же минуту сбила источников инцидентов, инциденты больше не повторились. Это очень как бы эффективная превенция. Я за такую превенцию. И я тоже. Я разделяю абсолютно эту политику и вашу мысль. Я хочу вот о чем спросить. Действительно, это классный пример истории. То есть молниеносно, быстро, внезапно, без лишних разговоров и раздумий дать по зубам. И тогда все понятно. Потому что после этого ничего подобного не повторялось. Никто не нарушает воздушное пространство, никто не угрожает, никто там дубиной не машет ядерно и так далее. Все, эпизод исчерпан. Потому что дали по зубам. Вот я хочу вас спросить. А вот эта мысль может прийти к людям, принимающим решения, к лидерам стран, к лидерам стран НАТО, которые, мне кажется, должны понять, что только таким образом можно дать понять Путину, что, слушай, дружище, дальше уже никак. То есть мы либо так будем действовать, либо никак. Ну вот это и поставляет нас опять в эту ситуацию, которую мы говорили, когда национальные выборы становятся угрозой не только для национальной безопасности, но и для региональной и глобальной. И дай бог, быстрее бы эти выборы в Соединенных Штатах случились бы, потому что до них просто месседж политический «давайте, не создавайте лишних проблем». Конечно, в этой ситуации, если бы была перешагнута красная линия, если бы постигнулись на территорию, и даже самой малюсенькой страны НАТО реакция была бы неизбежна. Но если можно насчет инцидентов или какого-то давления обойтись без прямого конфликта, то пытаются это сделать. Но так это не только про нас. Вот в Израиле, вы же видите, что случилось. Сказали, будьте довольны, вы победили, и больше не. Да, да. А вы следили за визитом СИ в Париж, и вот сегодня он, по-моему, в Сербии. Знаете, я единственный член литовского парламента, санкционированный китайским коммунистическим правительством. Так что я так без позитива смотрю на эти визиты. Знаете, есть такой мем в социальных сетях, когда овцу очень с трудом вытягивают из раввины. И только-только вытягивают, и она бац в другую раввину. Ну так я бы написала, что вот первая раввина – это Россия, вторая раввина – это Китай, а овца – это Европа. Да. Но вот слушайте, ведь он с какой-то определенной целью приехал в Европу, да, прилетел в Европу. И вот если можно доверять журналистам, а я коллегам доверяю, каким-то не доверяю, каким-то доверяю, но выглядит, по крайней мере, убедительно, когда и президент Франции, и представители, ну, скажем, Урсула Пандерляя, например, оказывали даже некое давление на Си Цзиньпиня, с тем, чтобы тот, в свою очередь, оказал давление на Путина, чтобы эта война прекратилась. Я не знаю, правда, насколько Си заинтересован в этом, но, между тем, это может сработать, как вы думаете? Вот эти попытки, они не тщетны. Я очень, кстати, рада, что вот это случилось, потому что наши коллеги из стран, которые не были оккупированы Россией и которые слишком далеко от Китая, думают, что как-то можно договориться, чтобы кровожадный дракон уговаривал бы кровожадного медведя не кусаться. Но это просто так не бывает. И в этой ситуации я очень довольна, что реакция к Си и была такой, как все в нашем регионе и знали, что такая и будет. Он сказал, ну, как это, послал их на три буквы немножко более дипломатическим языком. Это было то же самое, что случилось, когда Олаф Шольц поехал в Москву и пытался договориться с Путиным перед началом инвазии. Но Олаф Шольц это понял молниеносно, даже в той же самой пресс-конференции в Москве. Он уже очень категорично сказал, что, слушайте, я понял, разговора не будет, и вы свою позицию не измените. До свидания. И в тот же самый день Германия ключевой изменила свою позицию по энергетике, по экономике, по всем решениям. Ну, и в этой ситуации, я думаю, что, кстати, Урсула фон дер Лайн завтра будет в Вильнюсе, я ее буду видеть в парламенте. У нас будет праздничное пленарное заседание по 20-летию членства Литвы в Евросоюзе. Я думаю, что, да, один из вопросов был бы, наверное, уместен. Ну, и как вам получился разговор с кровожадным драконом? Да, слушайте, я бы очень хотел услышать от нее ответ. Действительно, интересно, как это все там проходило у них. Но, хорошо, значит, Сербия, а после этого еще и Венгрия. Вот куда будет следовать Си. И мне кажется, что там уже теплый дождь будет. Там уже будет теплый дождь, теплая ванная, я бы сказал. Ну да, потому что, что очень ясно, это русский след. Китай едет туда, где хорошие отношения с Россией. Это опять же иллюстрирует, что эти страны очень активно кооперируются, дружат. Они же объявили и не отозвали свою декларацию о дружбе без лимитов и о своем общем плане изменить международный порядок в мире. Так что все наивные идеи о том, чтобы Китай все-таки решил, что экономически ему выгоднее дружить с Европой и со всем альянсом НАТО вместо России. Они не думают о том, что Китай думает, что ему и без дружбы получится взять свое и что не о чем здесь договариваться. И в этой ситуации и Соединенным Штатам надо быстро принимать некоторые решения. Я, наверное, все-таки вам говорила об этом репорте Конгрессиональной Комиссии, которые очень прямиком республиканцы и демократы единогласно говорят своему правительству, если вы emergent, как это, не ждя ни секунды, не будете принимать решения насчет обновления и экспансии своих оборонных возможностей, включая ядерные возможности, мы через несколько лет себя найдем в ситуации, когда Соединенные Штаты вместе с союзниками должны будут обороняться и победить Россию и Китай вместе. Как вы думаете, в 2027 году Китай все же попытается войти на Тайвань? Я думаю, что избежать этой войны будет очень трудно. Если до этого мы не решим ситуацию в Европе, это будет очень трудная двойная война. А как мы можем ее решить? Это будет последний вопрос, если позволите. Я скажу, наверное, неприятно, но овца никогда еще не договорилась с волком. И только большая и сильная обороняющая собака может перекусить горло волку. вполне доступно и понятно, а главное отрезвляюще и справедливо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всегда очень приятно с вами беседовать и всегда очень интересно. Берегите себя и всего самого хорошего. Дякую. Слава Украине. Дякую. Героям слава. Героям слава.